В Тверской области с четверга с 28 октября вводятся дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя о том, что изменится для жителей региона в материале нашей съемочной группы. Непростая ситуация с распространением COVID-19 вынуждает региональные власти идти на новые ограничительные меры. Так, на прошлой неделе в Тверской области стартовал месячник обязательного ношения масок. С 21 октября по 21 ноября обязательного ношения масок и повышенного контроля и, соответственно, наложения штрафов. Физлица — это от 1000 до 30 тысяч рублей санкция. Должностные лица — это санкции гораздо больше. И юридические лица — это санкции от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, к уже существующим ограничениям 28 октября добавились новые постановления о введении на территории Тверской области дополнительных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции подписал губернатор Игорь Руденя. В частности, с 28 по 31 октября при посещении торгово-развлекательных центров площадью более 1000 квадратных метров в Твери и более 800 квадратных метров в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе. Также с 23 часов до 6 утра предприятия общественного питания работают только на вынос обслуживания населения продуктов, блюд приготовленных. И с 23 до 6 утра прекращается приём посетителей во всех точках общественного питания. Добавим, что эти и другие меры обсуждались на селекторном совещании в режиме видеоконференц-связи по вопросам обеспечения безопасности в муниципальных образованиях региона в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, объявленных указом президента страны. Участие в совещании приняли руководители областных подразделений федеральных структур и отраслевых министерств и ведомств. Глава муниципальных образований Верхневолжья Игорь Руденя отметил, что в каждом муниципалитете должен быть установлен строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах, на транспорте и в организациях торговли. Малый и средний бизнес у нас будет иметь возможность работать, но при этом они должны соблюдать обязательно режим профилактики. Это социальная дистанция, это ношение масок, обработка рук. Это обязательно, чтобы люди, которые приезжают, эти правила соблюдали. И мы, конечно, понимаем, что бизнес надо сохранить. Мы не должны нашими мерами доставить больше проблем людям, чем хотим получить пользу. Среди других задач, обозначенных главой региона, обеспечение стабильной работы всех систем жизнеобеспечения, прежде всего тепло- и электроснабжения. На круглосуточном дежурстве должно находиться достаточное количество ремонтных бригад. В случае возникновения аварийных ситуаций и повреждения на сетях необходимо ликвидировать в нормативные сроки.